Многие родители знают, как надо вести себя на улицах города, но далеко не все могут рассказать о правилах дорожного движения своим детям. В Виндовском детском саду номер 9 этому вопросу уделяют особое внимание и в игровой форме проводят уроки о правилах поведения на дороге. С вами как условимся? Желтый, приготовимся! О зиме он и говорит! Путь открыт! Нам все открыт! Здесь стала традицией в конце учебного года проводить спортивные интеллектуальные игры в театрализованной форме на тему правил дорожного движения. У нас в течение всего учебного года ведется очень большая работа по изучению правил дорожного движения не только с детьми, но и с родителями. Наша цель, чтобы дети ушли, уйдя на каникулы, все вернулись в детский сад здоровый и невредимый. Подобный формат преподнесения информации не только интересен детям, но и дает возможность в нестандартной обстановке получить необходимые знания. Скучно изучать правила дорожного движения, сидя в кабинете, предположим, или где-то за партой, когда рассказывают, что на пешеходном переходе нужно переходить в проезжую часть, посмотреть налево, направо. А здесь, вот в такой вот горовой форме, да еще и с родителями, когда друг друга поддерживают, когда вот такие болельщики замечательные. Поддержка и участие родителей в конкурсных испытаниях говорит о тесном контакте семей и образовательного учреждения. Ведь воспитателям важно понимать, что родители с уважением относятся к их труду и желанию научить детей. Мы как родители работаем, будучи на работе или где-то в других местах, когда рядом нет детей, мы можем быть уверены, что при помощи наших преподавателей детского сада, сотрудников госавтоинспекции, которые помогают обучать наших детей, спокойно за наших детей, и это наше будущее, это очень прекрасно. В празднике также приняли участие юные инспекторы дорожного движения, ученицы Винновского художественно-технического лицея, которые проверяли знания ребят при помощи загадок. Огнем окошко, не спешите сгорячать, вы подумайте немножко, что здесь у вас в кирпичах? Что это за загадка, ребята? Поесть запрещать! Поесть запрещать! В спортивных состязаниях каждый из ребят смог доказать, что он самый сильный и ловкий. Поесть запрещать! Видно было, что занятия с детьми не прошли зря. Они хорошо ориентируются в знаках и знают основные правила дорожного движения. Многие знаки встречаются у меня еще. Стоп, пешеходный переход, еще светофор. А зачем нужны правила дорожного движения? Зачем? Чтобы никто не ездил никуда. И никто не нарушал, чтобы полиция не приехала. И несмотря на то, что счет соревнований постоянно менялся, в результате победила дружба. И всех участников ожидали памятные медали и кубки. Алексей Мельников, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.